Всем привет! Всем привет! Я рада вас видать на своем канале. Девчатка, сегодня будет таки видео, цикавое. Хочу с вами поделиться деякими думками. Вы знаете, несколько дней назад мой канал был под таким прессингом, под такой атакой. Некоторые их выявилось, их оказалось очень много, женщин, которые с таким уж ожесточением относятся ко мне. Я понимаю, что это зависть. Зависть к тому, что человек имеет результаты. И это минус 60 килограммов. Что я не сдаюсь, что я веду за собой большое количество людей. Об этом говорят мои марафоны. Кстати, 12 лютого, 12 февраля стартует очередной марафон с сопровождением. У вас осталось уже несколько дней для того, чтобы присоединиться в мой марафон. Цена свободная. Сколько вы можете, столько вы оплачиваете. Если вы хотите стать участником такого марафона, в комментариях пишите «Хочу в марафон». Я сброшу вам ссылочку на свой контакт. В марафоне «План питания», «Моя поддержка», «Мой волшебный пендель». Ну и, конечно же, улучшение вашего здоровья. Потому что в моих марафонах я, женщин, учу правильно составлять свою правильную и сбалансированную тарелочку. Так вот, несколько дней назад я, к сожалению, повелась. Да, вот мне, кстати, одна из моих зрительниц, я вас вот помню всю эту неделю. Одна из моих зрительниц написала о том, что «Лена, ты», они добились этого. Они этого добились, потому что, когда начался хейт со всех сторон, да, и что там ваша мова, и, ну, все, ну, вы все это видели, я не хочу сейчас эту грязь поднимать, потому что весь этот хейт я отправила в бан. Я буду банить всех, кто будет вылазить сейчас, да, по каким-то причинам, по каким-то возможностям, потому что я была шокирована, заводят новые и новые аккаунты. Вы это все спостерегали, вы это все наблюдали. И я тогда сказала о том, что я буду вести украинскую мовую, хотя у меня есть украиномовный канал, и там очень много людей, кто поддерживает Украину в такое тяжелое время. И когда мне начали вот прям шквал, шквал сообщений, Казахстан, Литва, Латвия, эти женщины есть у меня в марафонах, и мы с ними общаемся на русском языке, потому что они меня не понимают. Вот именно эти женщины начали писать мне о том, что, Лен, да, вот ты же с нами общаешься здесь, ты хочешь нам донести, ты стараешься нам донести, нас научить, как правильно есть. Ну зачем, вот зачем ты все-таки, ну вот сделала так, да? Есть же люди, кто там, ну не идет к тебе в марафон по какой-то причине, кто-то не может присоединиться, и они тебя не понимают. Ну у тебя же есть опыт, у тебя же есть знания, у тебя есть возможность доносить до людей. И вы знаете, я прислушалась, я прислушалась к вашему мнению, я уважаю своих зрителей, и вот та слабость, которую я проявила, мне, конечно же, очень и очень неудобно. Но ради уважения к своим зрителям, ради уважения к тем людям, которые меня, к сожалению, не понимают, я все-таки возвращаю и веду канал на русском языке. И вот сегодня даже состоялся разговор с моей подругой, где она меня так отчехвостила, говорит, Лена, ну как, ну как ты могла повестись на вот этот трешак, на вот этот непотреб, ну по-другому, как украинскую мову, и скажешь, как ты могла это сделать, и проявив таким образом, ну вот так вот оттолкнув людей, которые хотят тебя понимать и слушать. Поэтому, девчата, я приношу свои извинения, и на самом деле мне действительно, мне действительно очень жаль, что я проявила слабость и, знаете, повелась на вот эту вот, на вот си вот неподобства. Ну вот по-другому не скажешь. Мне никто не запретит разговаривать на русском языке, разговаривать и украинскую мовую, але я с повагой, я с уважением отношусь к своим русскоговорящим зрителям. Поэтому, девчата, хвост пистолетом, нас не сломать, а вас, кто любит Украину, кто поддерживает Украину, я приглашаю на свой Украину мовный канал. Это для меня будет еще большим стимулом записывать как можно больше видео. И сегодня я хотела еще обсудить с вами одну очень, такую очень интересную тему, но перед этим хочу поделиться тем, что какие покупки были куплены для правильного питания. Это в первую очередь помидоры, ценой, кстати, не покупала. Наш такой стратегический запас, стратегический такое оружие, это белок и жиры. Ну и, конечно же, девочка, лаваш. Давно я его не употребляла. И вот сегодня, кстати, я по этому поводу хотела с вами поговорить. Одна из зрительниц оставила комментарий на моем канале. Я закреплю это видео, где оставлен комментарий, собственно, под этим видео в комментариях. И зрительница написала, сколько, если бы я ела столько хлеба, я бы не влезла бы в двери. Девчонки, хлеба на моей тарелочке, вы увидите в этом видео, было 60 грамм, и я это проговорила. Там было 4 кусочка. Ну, кусочки, девочки, вот такие. Наверное, с пальчик кусочки. Кусочки небольшие. Я специально взвесила для того, чтобы не перебирать углеводы сейчас, когда я нахожусь на удержании своего результата. А это на минуточку минус 60. Зрительница написала о том, что я бы не влезла. Ну, в данном случае, возможно, если у вас хлеб это триггерный продукт, вы, конечно, не влезете в дверь, потому что вы его будете есть очень много. Но, используя в своей стройности, используя в своем рационе сложные углеводы, а в данном случае это хлеб, который мы можем использовать, я бы рекомендовала не более 50-60 грамм в сутки использовать именно хлеба, если это идет как замена одному из сложных углеводов. Но зрительница дальше не успокаивается и пишет о том, что я бы таким количеством накормила бы роту. Я вам хочу сказать, вот опять-таки, я хочу обратить внимание на этот комментарий. Почему? Потому что мы с вами привыкли к тому, что нам нужно съесть одно зернышко, да, выпить одну капельку водички и при этом мы будем стройнеть. Вы при этом будете стройнеть, потому что, естественно, у вас будет сумасшедший дефицит калорий. Но необходима ли вам стройность за счет вашего же здоровья, да, это во-первых. А во-вторых, если вы будете так стройнеть, если вы не будете есть ничего, да, вы в этом случае, ну, во-первых, это прямая, вот прямая дорога к зажору, прямая дорога к срывам. А когда ваше питание полноценное, когда ваше питание сбалансировано, и эта тарелка не вот такая. Это обычная, нормальная, стандартная тарелка размером, не размером, а вместимостью порции где-то 300-350-400 грамм. Все индивидуально, все зависит от ваших, собственно, вашей индивидуальные данные, да, в данном случае. Поэтому ту тарелку, которую я вам показала, и вы меня пытаетесь как-то сказать о том, что этой тарелкой можно накормить роту солдат, эта тарелочка вмещает в себя, да, вмещает в себя где-то порядка 300 граммов. Потому что хлеба было 60 граммов, рыбы было 70 грамм, и на тарелке была часть капусты, тоже, ну, на вскидку это было где-то грамм 150. То о чем вы говорите? И почему вы, ну, таким образом пытаетесь как-то мне рассказать, меня научить, как нужно стройнеть, при том, что мои марафоны, мои марафонщицы едят и говорят, Лена, неужели так можно было? Я ем и худею. Как это может быть? А это очень просто. Для этого не надо заканчивать какие-то курсы нутрициологов или знать еще что-то больше. Мы с вами прекрасно понимаем, что когда мы будем иметь насыщение, а вы не насытитесь порцией в 100 граммов, да, если вы возьмете немножечко того, немножечко того, у вас должна быть полноценная сбалансированная тарелка. И большую часть этой тарелки, конечно же, должна занимать клетчатка, и в этом случае у меня была капуста. Поэтому, девчонки, не ведитесь, не ведитесь на вот этот весь трэш-ап, когда вам говорят, надо закрыть рот и ничего не есть. Нужно есть правильно, сбалансировано, и тогда вы будете иметь просто шикарные результаты. Практически, когда я анонсирую свои марафоны с сопровождением, я с вами делюсь результатами. И вы эти результаты видите, и я еще буду добавлять вот в эти отчетики такие маленькие, да, мини-отчеты, каждые две недели я отчитываюсь вам, да, вот я провела марафон и поделилась результатами своих марафончиц. Я обязательно буду добавлять туда те тарелочки, какие мы едим, и на этих тарелочках мы имеем результаты. Ну, собственно, и мои тарелки, которые я вам всегда показывала на протяжении всего этого времени, и сейчас в рилсах, в шорсах, да, как это и так, и так можно назвать, я вам показываю, что для того, чтобы удерживать результат, надо есть, для того, чтобы стройнеть, надо есть. И вот сегодня, скорее всего, я это видео так и назову «Ешь и худей». Забудьте эти стереотипы, когда ты закрываешь рот, ничего не ешь, собирайте правильно и сбалансировано свою тарелку. А если вы хотите этому научиться, я жду вас в своем марафоне с сопровождением. Очередной марафон стартует 12 лютого, 12 февраля, в марафоне «Три вкусных меню». Мое сопровождение, мой волшебный пендель, а также план питания. Ну и цена, конечно же, свободная. Все мои любви, я была дуже рада с вами поспелкуватися. Я вас люблю, целую и тяну. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok